Ну, как сказал Александр Шлеменко, не будет в клепке места, где ты сможешь спрятаться от меня. Александр Шлеменко против Мелвина Менхофа. Наконец-то этот поединок начнется буквально совсем скоро. 51 победа и 9 поражений. Именно такой послужной список Александра Шлеменко. 29 побед, 12 поражений и один ничейный результат у Мелвина Менхофа. В общем, это... каждый из них по-своему является легендой. Это противостояние, ну, безусловно, интересное и со спортивной точки зрения, и с точки зрения, в общем, судьбы. Прежде всего, конечно же, для нас судьбы Александра Шлеменко. Чемпион Беллатера, наверное, самый харизматичный, самый известный российский боец из тех, которые выступают на данный момент за океаном. Конечно же, есть такая поросль, ну, ребят, которые выступают там в UFC. Но и есть у нас Александр Волков, чемпион в тяжелом весе, теперь уже Виталий Минаков тоже. Но все-таки лично для меня, я уверен, что для многих любителей смешанных единоборств Александр Шлеменко стоит особняком. Это фигура, фигура уникальная, и, конечно же, было настоящим шоком. Я не говорю о поражении от Титу Ортеса, это отдельная история, но поражение от Брэндона Халса, конечно же, это настоящее потрясение. И вот теперь он вновь в клетке, вновь готов сражаться, и мы болеем за Александра Шлеменко. Да, значение этого боя для Александра вообще трудно переоценить. Очень важный бой, очень важный этап в его карьере после двух подряд поражений в Беллатере. Необходимо возвращать себе и титул, и чемпионский пояс. Необходимо доказать, что еще рано списывать Александра Шлеменко со счетов. И соперник для этого, конечно, очень неудобный, очень серьезный, очень опасный соперник Мэлен Манхуф. Мы видели, как он нокаутировал на 18-й секунде Марка Ханта. Это тот, который находится сегодня в пятерке топов в тяжелом весе в организации UFC. Они встречались еще в Японии, и тогда очень быстрый нокаут тоже поверг себе в шок. Ну вот бой начался. Начинает с вертушки Александра Шлеменко. Очень чувствительный, очень быстрый Нолен Мэлен Манхуф. Суринамский голландец. Видим мы, что пытается пройти в ноги Александра Шлеменко. Но вот как раз основная интрига с точки зрения построения этого поединка была как раз по поводу того, будет ли проводить этот поединок в стойке Александр, или все-таки сделает определенную ставку на парта. Я считаю, что тактически Александр действует абсолютно грамотно. Он более универсальный боец, чем Мэлен Манхуф. Конечно, нужно использовать это. Он владеет и проходом, и даунами Александра. Он может это делать. Особенно в первом раунде, когда Мэлен Манхуф особо опасен. Когда он еще полон силы и энергии. Можно это делать для того, чтобы вымотать немного Манхуфа. С одной стороны, а с другой стороны, приучив его к этим проходам, потом можно будет атаковать в голову. И эти атаки тоже станут неожиданными для Мэлена Манхуфа. Пока что Манхуф выцеливает Александра. Но Александр уже несколько очень неудобных секунд доставил Манхуф. И вот сейчас захват за пояс. Такое аж сердце ёгнуло, когда Александр упал. Видимо, с Кользом все равно Манхуф задел своим ударом. Хотя Александр тоже бэкфистом попал. Попал так существенно. Но вот такие его падения очень нервируют. Вроде Александр стойкий боец и держит удары. Но, видимо, все-таки скорость и вот эта жесткость Манхуфа. Это непридуманный факт. Это есть на самом деле. На встречных курсах проходит этот поединок. Очень опасно Александр идет в эти проходы, рискуя получить на встречу. Но прижимает соперника. Задача понятна. Надо вязать Манхуфа, вязать его в борьбу. Чтобы не такой свежим он был. Чтобы все-таки утомление, усталость в руках накопилось. И тогда не будет таких резких, уже сильных ударов. И мы знаем, что все победы Мэлена Манхуфа в основном в первом раунде. Во втором и в третьем это редко случалось. Только два боя он выдал решение. И вот это сокращение дистанции Александра тоже правильно. Потому что Манхуф опасен на средней дистанции. Захватывает за шею соперник Александр. Знаем мы прекрасно, как может он из этой позиции провести удушающий. Вспоминаем поединок с Брянаном Уордом. Все правильно. И угол Александра подсказывает, что все он делает правильно. Тактически абсолютно верно действует. Сейчас надо прижать к сетке и изматывать противника вот такими борьбой, возней и вот такими ударами добиваниями. По печени пробивает Мэнфуф Александр. Видимо уже, что третий или четвертый раз там коленом в область печени. И левый также боковой туда прилетает. Еще раз. Три минуты первого раунда позади. И пока что не позволяет пользоваться своими сильными сторонами Александр Мэнфуфу. Вот еще хороший удар с разворотом в цель. Именно такие вот неожиданные удары, вот они могут принести успех. Но все-таки средняя дистанция, ее надо опасаться Александру. Опасаться именно поэтому начинает он с длинной и сразу пытается войти в ближнюю. Тем самым лишить Мэнфуфу вот этой средней дистанции размена. В размене он очень опасен. Вы видите, вот такие очень удары резкие. И среднюю дистанцию не удалось сейчас миновать Александру. И, соответственно, сразу становится опасно. Бэкфест, но бэкфест такой удар, который надо скрывать. И вот как раз самая опасная для Александра ситуация, когда неудачный проход в ноги. И потом на выходе очень жестко периодически бьет Мэнфуф. Вот опасные моменты. Вы видите, как только Мэнфуф получает дистанцию для нанесения ударов, следуют очень жесткие и резкие удары, от которых сложно укрыться, сложно защититься. Но за три минуты, вот за четыре с половиной минуты боя Александр вот лишь раз на такую дистанцию попал. Все остальное время ему удается вот эту дистанцию украсть у противника. Вот сейчас прихватывает Александр соперника и вновь прижимает к сетке. 20 секунд до окончания первого раунда. Александр очень хорошо функционально подготовлен. Он в таком вот темпе, в таком борьбе может провести все пять раундов. Но я не уверен, что Мэнфуф именно имеет такую подготовку. Да, мы вот, кстати, гадали, будет этот поединок пятираундовым или трехраундовым. И все-таки, судя по всему, решили организаторы три-пятиминутки, потому что обычный рейтинговый бой. Ну, тем легче. Тем легче будет Александру, тем больше можно накручивать темп. В более высоком темпе вести бой. И я считаю, что первый раунд тактически абсолютно Александр грамотно провел. Первый раунд выиграл. Он не дал Мэнфуфу своими сильными сторонами воспользоваться. Не дал разогнать его атаку. Практически только один раз мы видели вот такой резкий боковой удар. Фирменный боковой удар Мэнфуфа. Но за все остальное время так и не удалось Мэнфуфу прицелиться и нанести вот такой прицельный удар. Да, Александр сосредоточен. А видели сейчас как раз вот анонс 26 февраля. Но это будет, видимо, просто какое-то такое мероприятие, прежде всего, культурного характера. Встреча с легендами, где будет и Федор Емельяненко, и Шемрок, и Грейси. Вот этот момент, да, который мы видим, когда набрал, оторвался из захвата Мэнфуф и получилось нанести, ну, два удара, один из которых мимо. Один все-таки попал в цель, пусть и вскользь, но в цель. Ну, вот на разрыве дистанции как раз наиболее опасен. Так, в первом раунде был Мэнфуф. Так, второй раунд. Абсолютно правильное решение Александра. Вот не надо было в первом раунде зарубаться в стойке. Вот. Стойка, я думаю, что может, конечно, и в третьем раунде присутствовать. И удары с разворотом Александр все делает правильно. Все-таки в этот момент он наименее там может получить контратаку, а его удары достигают цели. Мы видим вот по оценкам независимого судьи, да, что Шлеменко первый раунд выиграл. Эти оценки с нашими совпадают. Такой напряженный, зрелищный поединок мы с вами наблюдаем. Очень переживаем за Александра. Очень правильно, видите, проход в ноги подготовленный, такой ударом рукой. Да, и вот сейчас как раз на разрыве дистанции не дал Александр возможности своему оппоненту нанести удар. Манхов тоже проваливается. Ну, он очень опытный боец, 38 лет, Манхов. У него тоже за 40 боев, и он прекрасно понимает, и много обработал с борцами. Он и ожидал, наверное, от Александра, что тут будет проходить в ноги. Не так-то просто эту тактику реализовать. Но пока у Александра все получается. Левый сбоку. А вот это то, о чем я говорил. То есть уже знает, что... О, попал, попал! Это нокаутирует все! Победа! Вот это да! И нокаутировал он! Вот это да! Вот такая развязка во втором раунде. И все-таки вот так казалось охотник Мелвин Манхов, да, который выцеливал Александра Шлеменко. И в итоге охотник превратился в жертву. Я поздравляю всех поклонников Александра Шлеменко, всех любителей смешанных единоборств в России с яркой и убедительной победой Александра в этом очень важном для него и важном для всех нас бою. Именно в стойке, именно нокаутом победил Александр Шлеменко. Значит, все его тактические наработки, которые были, все сработали. Не дал войти в среднюю дистанцию. А мы знаем, что Мелвин Манхов тоже не железный. И тоже падал он много раз нокаут, и нужно было только попасть. И вот это попадание крутит нам повтор американские журналисты. Да, попал предплечьем, не кулаком, но этого хватило, потому что попадание было точным. Как раз навстречу. Ну и здесь уже все было понятно, уже в состоянии полной невменяемости падал Мелвин Манхов на настил. Смотрим еще раз в Бэкфест. Да, очень здорово. Вы видите, что Александр постоянно менял. Он делал удары с разворотом ногой и вот рукой. И так не ожидал Манхов в этот момент удара рукой. До этого был момент, когда Александр показал проход вроде в ноги и рукой нанес удар. Именно вот на таком разрыве уровня и атаки. Молодец, Саша. Молодец. С возвращением тебя, Александр. Прям гора с плеч на самом деле. Я представляю, что чувствует сейчас Александр, но уверен, что многие болельщики, многие поклонники смешанных единоборств в России сейчас тоже вдохнули с облегчением, потому что вот эта история с двумя поражениями подряд, она просто, ну, как... Да, давила, давила психологически, психологически давила на Александра. И сейчас камень с плеч у всех. И у нас камень с плеч, мы очень за Александра переживали. И вот Андрей Корешков, мы видим радостный. Вот дочь Александра, он с женой, с семьей поехал туда, потому что семья является для него тоже источником сил, источником вот такого вдохновения. И, конечно, это очень большая, существенная поддержка для Александра. И что очень важно, Ян, что Александр победил своим фирменным ударом, бэкфистом. Тоже много критики было за это. Зачем он бьет, ну, это неэффективно, все уже знают. Но, тем не менее, вы видите, все знают. И вот в важном бою, в суперважном бою для себя, именно бэкфистом ударом с разворотом рукой он добивается победы. Молодец, Саша. Если бы завозил в партере, то многие бы говорили, да нет.